Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сегодня я хочу показать вам свою партию против гроссмейстера Сергея Каякина, которую я сыграл в Блиц на сайте ЧЕС-24. Итак, партию я играл черными, контроль времени 3 минуты без добавления на ход и Сергей Каякин начинает партию ходом Б2-Б3. Я пока ставлю пешку в центр, Каякин выводит одного слона на диагональ, потом второго слона на большую диагональ, такая вот игра в два отверстия и постепенно наша партия приходит к очертанию дебюта рэти. Итак, делаю короткую рокировку, черные расставляются, белые тоже расставляются и вот здесь где-то собирается Каякин провести Б3-Б4 в удачной редакции. Я здесь поменяю план, который верой и правдой служит мне в подобных позициях, играю ферзь Б6. Идея хода в том, чтобы пропустить ладью на поле С8 и потом вернуться ферзем, как ни странно, на поле Ф8, где ферзь выполняет много важных функций, защищает в частности пешку на поле Ж7 и создает батарею вместе со слоном, контролируя вот эту самую диагональ. Ну а Сергей Каякин создает другую батарею, он ставит ладью на поле А2, пропускает ферзя в угол доски, усиливает тем самым давление и по большой диагонали, и по линии А, и таким способом стремится провести Б3-Б4. Ну что ж, каждый следует своему плану, ладья С8, ферзь в угол, ферзь отступает на Д8, белый готовит продвижение Б3-Б4, а я отвожу ферзя на Ф8. И вот вы видите плюс расположения ферзя, во-первых, он прикрывает пешку на Ж7, тем самым нейтрализуя давление белых по большой диагонали, во-вторых, вместе со слоном он контролирует вот эту черную диагональ и в частности поле Б4, препятствуя тем самым продвижению Б3-Б4. Ну как ни странно, несмотря на то, что вроде бы я препятствую этому продвижению, все равно Сергей мог бы здесь сыграть Б4, и например, размен, размен ладей, если я забираю на Б4, то следует ладья Б1, и не могу я защитить пешку на поле Б7, белые атакуют ее всеми фигурами, мне приходится играть Е5, ну и возникает примерно равная позиция, но тем не менее, довольно неприятно смотрится заезд белых фигур по линии Б, но тем не менее, объективно это равенство, и Сергей пока не спешит проводить Б4, вначале он ставит ладью на поле Б1, подготавливая это движение, и здесь я уже понимаю, что Б3-Б4 последует неотвратимо, и решаю что-то непременно делать. Решаю я делать это путем Б7-Б5, и этот ход оказывается довольно серьезной неточностью. Намного сильнее было бы сыграть просто Конь Д7, просто отступить слоном на поле Х7, либо принципиальное продолжение это сыграть С6-С5. Такой принципиальный ход, когда я хочу поставить Коня на поле Х6, в нужный момент закрыть позицию ходом Д4, и если белые что-то не предпринят прямо сейчас, то они могут попросту получить хуже. Но правда Б4 все равно можно сыграть. Размены, размен ладей, взятие на Б4, здесь размен на Ф6, и белые отыгрывают пешку на Д5. Мы видим, что ферзь очень удачно расположился на поле А2, но правда после хода слона С3, опять же, примерно равная игра возникает. Пешку на Б4 я не отдаю, возникает равная, но тем не менее, обоюдоострая позиция. Я же в нашей с вами партии сыграл Б7-Б5, пытаюсь я загнать пешку до поля Б4, но естественно это сделать я не успеваю. После размену на поле Б5, Каякин играет Конь Д4, и этот двойной удар на пешку Б5, и на моего слона. Очень не хочется допускать взятия на Ф5, после чего моя пешечная структура становится рыхлой, и я отступаю слоном на Ж4. Такая вот контратака, теперь на взятие пешки Б5 я собираюсь побить пешку на поле Е2. Естественно, Каякин этого не допускает, он играет Аштрим. Я наношу контрудар путем Е5, взятие слона, взятие коня, и вот такой вот игрой Каякин выигрывает пешку. Я играю Конь С6, нападаю на слона, и естественно здесь нужно было Каякину проявить точность. На самом деле самое простое это отступить слонов на поле Б2, просто сохраняя лишнюю пешку. Но видимо Каякину не понравился вариант комбит Ж4, и в случае взятия слонов на поле Д5, слон С5. Кажется, что довольно неприятное давление на пешку Ф2 создают мои фигуры, защищать эту пешку не так просто. Например, в случае хода ладья Ф1, белые даже проигрывают после хода Ферзь Д6, и под боем и слон, и вот вы видите пешка Ж3 под боем. Но на самом деле пешку даже не обязательно защищать, сильнее всего сыграть король Ж2, просто уводя короля из подсвязки, и так получилось, что пешку брать очень неудобно ни той, ни другой фигурой. Следующим ходом белый поставит слона на поле Ф3 и получит значительный перевес. Но вместо этого Каякина решает сразу защитить свою пешку на Ж4 слоном, и по сути упускает весь перевес после размена на Д4. Срабатывает наконец-то моя диагональ Ферзь-Слон, и я забираю пешку на поле А3, тем самым восстанавливая материальное равенство. И выясняется, что белые не могут побить на Д5 из-за хода С5, нападая на Ферзя, и если Ферзь отступает сюда, защищая слона, то сломбит Ф2 шах, и нельзя бить этого слона из-за семейной вилки, и я выигрываю партию. Но Каякин все это рассчитал, он играет конь Ф1, очень сильный ход, пытаясь перевести коня на поле Е3 для того, чтобы дополнительно атаковать мою центральную пешку. Я пока прогоняю Ферзя, Ферзь отступает на Ф4, и вот эта позиция на самом деле примерно равна. Я мог бы здесь сыграть, скажем, Ферзь Е7, просто выводя Ферзя из угла, поле Е3 под контролем, и белым здесь не так просто развить инициативу. Но я хотел как-то как можно быстрее определить позицию, и делаю ход Ферзь Д6. Этот ход форсировано проигрывает пешку после разменов, и хода конь Е3 выясняется, что пешку на Д5 защитить я не могу, поскольку она находится под связкой. Приходится играть А4, теперь моя контр-игра связана с далеко продвинутой проходной пешкой по линии А. Итак, размены. Ладья отступает из-под боя, еще размены. На самом деле белые выиграли пешку, но позиция тем не менее довольно близка к ничьей, поскольку у меня есть отдаленная проходная, которая сковывает силы белых, и на доске есть разноцветные слоны, которые, как вы знаете, предвестники ничьей. Так что выиграть эту позицию очень непросто, но Сергей, естественно, пытается. Ну а я тем временем путем шаха перевожу слона на поле Б2 и полностью выключаю белую ладью из игры. Теперь единственный способ ввести эту ладью в игру, это отдать ее за слона и пешку. Ну что ж, Каякин надвигает пешки, и я решаю просто не держаться за материал и отдаю качество на С4. И получается такая позиция, уже здесь белые могли бы побить слона на поле Б2, переводя игру в ладейный эншпиль с лишней пешкой, но здесь все пешки расположены на одном фланге, и в принципе эншпиль должен легко держаться. Каякин пытается еще как-то усилить позицию. Я даю шах, встаю ладьей сзади проходной пешки, продвигаю пешку на Ф6, размен, размен, очень важно, что пешка защищена тут слоном, поэтому немедленно выиграть ее не получается. Ну и в общем в этой позиции объективно партия должна бы завершиться в ничью. Единственное, чего я опасался, что в нужный момент белые отдадут ладью за пешку А3, и будут долго меня мучить в ладейном эншпиле. Все-таки лишняя пешка, мой король отрезан по восьмому ряду, где-то здесь Каякин будет пытаться меня обыграть, ну и тем более мы играем без добавления времени на часах, поэтому неизбежный цитнот и ошибки. Ну вот собственно ошибка не заставила себя долго ждать. Надо было просто, например, сыграть с ладьей куда-нибудь в район поле А1, либо еще на какую-нибудь клетку на поле Д3 можно было сыграть, и у белых просто нет ничего лучшего, чем в какой-то момент отдать ладью за слоная пешку и пытаться выиграть такое окончание. Объективно оно не чейный, но конечно в режиме блица здесь у белых довольно большой перевес, тяжело защищаться, учитывая того, что не добавляется секунды на часах. Я же по своей старинке зеваю ладью ходом ладья Ц2, и выясняется, что после взятия на А3 слон оказывается под связкой, я побил ладью, и здесь уже лишнее качество у Каякина, дальнейшая часть партии не представляет большого интереса. Сергей проходит королем на поле Ж6 и выигрывает просто в лучшем стиле. Ну в общем, до этого момента, вот до зевка на поле А3, мне кажется, что я провел очень хорошую партию, вот здесь стоило вступить ладьей на любую другую клетку, и борьба была бы на равных. Так что, честно сказать, несмотря на поражение в этой встрече, партию, безусловно, я считаю, нужно занести в себе в актив. Все-таки играл с одним из сильнейших блицеров мира Сергей Каякин, одно время он даже был чемпионом мира по блицу, и удалось мне на протяжении 44 ходов поддерживать напряжение, не уступать ему по позиции, не уступать по времени. Ну вот в самом только конце совершил я вот эту вот грубую ошибку, в результате чего белые остались с лишним качеством и победили здесь. Ну что ж, кому понравился обзор, не забывайте поставить лайк, подпишитесь на канал и ждите очередных обзоров, есть у меня еще интересные партии. А с вами был Евгений Шувалов, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok